Межведомственная комиссия обсудила сегодня вопросы повышения доходов консолидированного бюджета республики и своевременности и полноты выплаты заработной платы. Подробности у Юлии Важениной. Налог на доходы физических лиц всегда был одной из основных статей пополнения бюджета. Но начиная с этого года динамика роста по уплате НДФЛ в республике снизилась. По состоянию на 1 мая текущего года имеется задолженность по перечислению НДФЛ у налогоплательщиков республики в размере более 700 миллионов рублей. А по состоянию на 1 мая 2014 года данная цифра составляла 520 миллионов рублей. Это на 38% больше от уровня прошлого года. За 4 месяца 2015 года в консолидированный бюджет Чувашской республики поступил налог на доходы физлиц в сумме 3 миллиарда 57 миллионов рублей, что составляет 97,2% к аналогичному периоду 2014 года. Снижение было на 89 миллионов рублей. Только за 4 месяца 2015 года налоговые органы выявили более 2000 агентов, не уплачивающих НДФЛ в полном объеме. Таких стало на 11% больше, чем в 2014 году. В должниках крупные работодатели. Концерн тракторные заводы, Суор, ВНИР, Агрохолдинг Юрма и другие. В отношении всех этих налогоплательщиков в настоящее время проводятся выездные налоговые проверки. Сами граждане тоже проявляют инициативу, обращаясь с жалобами на выплату зарплаты по серым схемам. В текущем году в органы пенсионного фонда поступило 10 обращений граждан на нарушение норм трудового законодательства и выплаты заработной платы в конвертах работодателями. Проведено 6 проверок выездных. В результате трех случаев факты об использовании серой схемы оплаты труда платежчиками подтвердились. Это ООО Витоврунарский район, Медитрина, ООО Медитрина, город Новочебоксарск, индивидуальный предприниматель Федотова Людмила Геннадьевна, Атриле Славянка. В результате по данным организациям доначислено почти 38 тысяч. На начало года самая большая задолженность по налогу на доходы физических лиц складывается у чулочно-трикотажной фабрики. Ее долг составляет 6,4 миллиона, плюс за первый квартал этого года накопилось еще 5 миллионов. На сегодня компании уже погашено 4 миллиона, а остальной долг руководство фирмы обещает погасить до 31 августа этого года. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.